Ну, счет всегда закономерен. Бывает такая игра, что нужно хорошо играть и проиграть. Можно удовлетворительно играть и добиться положительного результата. Считаю, что в первом тайме нам удалось забить хороший мяч в быстрой атаке. В втором тайме планировали совсем по-другому сыграть, но не получилось. Чувствовалась такая нервозность, боясь за результат. То, что пропустить, может быть, и сели, прижались к своим воротам. Не надо было этого делать. Вот. Так считаю. Равная игра. Балтик, наверное, наиграл тоже на мяч. Без каких-либо таких стопроцентных возможностей забить что в те, что в другие ворота. У нас два хороших таких было еще. Полумомент, скажем так. Это когда в первом тайме вкатывал Афанасьев на Молодцову. Чуть раньше тут зону закроем, могу выйти. Там один на один. И на последних минут Афанасьев. Тоже неудачно так обработал, но не попал в стул. Самодачи все старались. Ну, что касается качества игры. Ну, конечно, нам бы не хотелось в такой футбол играть, чтобы каждая третья передача идет длинная. Это тоже фактор такого поля, скажем. Большой роли играет, когда мяч внизу уладится. Игра внизу, взаимодействие. Здесь больше на этом поле длинных передач, естественно, передачи соперника, что надо. Ну, когда позволяют, естественно, там давление оказывает один игрок. Там вообще что-то в задней линии. Контроль мяча какой-то существует. Какие вопросы? Игорь Ставич, чем была вызвана замена Кузьмина на Осипенко, который стал играть в опорной зоне, в общем-то, как бы он там... Ну, не лучший, наверное, для себя в матче, пожалуйста, это не совсем его позиция. Кто? Максим Костепенко. Он провел не лучший матч. Ну, мне так... Он вышел на замену. Ну, на замену выходить, он уже не матч провел целиком. Ну, не матч, часть матча. Это, прежде всего, вызвано замена с тем, чтобы верховую борьбу выигрывать. В плане, в передней линии иногда он мог влезть туда, при тех же там, в стандартных положениях раз. В следующий момент Русак уже свои функции не выполнял. То, что мы от него хотели видеть, под силу. И решили Русака выше поднять, а эту зону закрыть Осипенко. Тем более, у него... Ну, на руку у него есть игра. С тамбовым, и так... В тренировочном процессе он иногда любит выдергиваться сюда, принимать ничем. Поэтому только с этим. У нас в этих позициях не так много игроков. Дутов сломан, на коске сломан. И поэтому искали сочетания. Опустить Кузьмина... Ну, Кузьмин больше, когда им нравится играть внизу, естественно. Свои функции пытался выполнять. Хорошую передачу на Лебеденко в разрез дал. Это мало. Чтобы добиваться побед, надо больше играть в атаку. Больше скрывать флангов. Естественно, оказывать до границы соперника. Пожалуйста, еще вопрос. Кузьмин подавал с левого фланга в атаке фронтами по месту своей позиции, или это его обязанности подавать? Стандарт. Страхные, уголовые, да. Ну, стандарт, я могу сказать, что работаем в этом, на тренировочной работе. Ну, смотришь в тренировке, вроде ничего подает. Естественно, объявляем. Все расписано. Кто в какой зоне, кто подает слева, кто справа. Несколько вариантов на каждую. Ну, бывает так, что не идет. Он владеет качественной передачей, естественно. Ну, в долю секунды тот же штрафной подает низом. Я хотел вверх. Не получилось. Сегодня были значительные изменения старта в составе. Абонасиев, Невышинский, Герман. Это связано с соперником, в качестве поля, в физическом стадии. Да нет, физическое состояние у игроков-то, в принципе, есть группа игроков, которым надо, естественно, которые не играют, прибавлять функционально, естественно. Мы дополняем нагрузку и на более качественные хотим их уровень подвести. Здесь были связаны именно с тем, что, ну, по степенкам могу сказать, что существенные ошибки допустил в двух играх. Естественно, дали возможность Бабенкову проявить себя. Потому что состав у нас, естественно, незаменимых нет никого. И считаю, что Олег там сыграл неплохо в этой позиции. За исключением, может быть, момента, когда нам гол забивали. Мог эту ситуацию прочитать и раньше подстраховать крайнего защитника. Здесь у него шагов не хватило. Ну, то есть, в гол, который пропустили, там претензии можно предъявить группе игроков. Не успели перекрыть полуфланг и не переместились. Далее отдохнуть. Ну, не отдохнуть, скажу, а Каирмазов. Ну, надо понимать, что много пропустил. И мы знаем, как он может играть. Вы знаете. И надеемся, что он на этот уровень выйдет. И плюс три игры, которые сыграл, конечно, нам хотелось больше активности с его флангом. Решили поставить молодцом. В первом тайме Артем. Ну, и во втором. Хотя они могут больше включаться в такое еще действие команды. И скрывать эти же фланги. Ну, с этой позиции. То есть, три игры Каирмазов провел. Посчитали, что... И плюс он еще день пропустил из-за микротравмы. Поэтому предостережения были. Проще выпустили в позицию левого защитника. Но мы на него надеялись. И, в принципе, если бы, наверное, не желтая карточка. Потому что нам надо было обязательно подстраховаться. Все-таки судья ему вообще не было. Мы понимали. Он там его и не был. Получая желтую карточку на ровном месте. Поэтому подстраховались, опустили ему Курчука. Изменения только связаны с тем, что... Посчитали, что эти игроки в более мотивальном состоянии на данный момент. Если еще один мой вопрос... Почти весь сезон говорили и говорим, да, о Лебединко-зависимости в игре Факела. Но оказалось, что Александр Моноковский выбывает и проблемы в центральной зоне. Как его состояние? Ну, вы послушайте. Бывает и Моноковский не так качественно играет. Бывает. Ну, если он в хорошем состоянии, конечно, он и выходит в стартовом состоянии. Ну, мы сегодня, откровенно говоря, нам хотелось бы в средней линии более качественных футболистов иметь в расположении. Имея в виду двух центральных полузащитников. То ничего, то никак. Спасибо. 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 Спасибо.